Итак, не путайте влюбленность с любовью. Что такое влюбленность? Когда мне хорошо с тобой, как бы в снегопад, в дождик проливной. Влюбленность это когда тебя трогают, ты классно, приятно, это для женщины. Для мужчины это когда я на нее смотрю, как бы, ай, вообще мне супер. У меня же проблемы все сразу проходят, которые на работе были, просто от того, что я на нее смотрю. Это называется влюбленность. Так вот, если вы хотите знать, откуда она берется, влюбленность это не энергия человека. Вот вы смотрите на человека, видите. Гляжусь в тебя, как в зеркало, как самоотражение, и вижу в нем любовь мою и думаю о ней. Так вот, знаете, то, что ты видишь, это не этого человека, это Бог тебе дает. Он открывает, это этого человека, однозначно, но открывает это все Бог. Для чего? Для того, чтобы ты понял, что ты можешь увидеть от этого человека, когда ты правильно с ним себя будешь вести. Ну, то есть, что Бог открывает? Конечный результат тебе отношений, конечный результат открывает. Когда он придет? Когда ты достигнешь любви. Не влюбленности, а любви. Потому что влюбленность постепенно, краник влюбленности закрывается. Со временем незаметно, тихонечко с гадами. И приходит время, ты уже, ты хочешь как бы вот это увидеть, а уже не видишь. И думаешь, наверное, старость, никакой старости, там, допустим, 20 лет поженились, в 35 уже ты смотришь и не видишь влюбленности. И люди, когда это думают, блин, так я не люблю, значит, и она меня не любит, значит, что надо делать? Разводиться. То есть, у них нет знания о том, куда должны прийти отношения. Нет знания, значит, будет что дальше? Развод. Влюбленность у всех заканчивается. У всех людей на земле. Итак, надо понять, что влюбленность заканчивается, а в это время начинается любовь. Если мы делаем к этому шаг. Какой шаг надо сделать? Надо правду, которая через тебя идет. Правду на близкого человека, чтобы сказать это все. Нужно поменять на доброту. Если вы хотите, чтобы близкий человек что-то понял, знайте, что если вы ему не будете это говорить, он поймет быстрее. Я вам говорю точно. Я знаю точно. А? Да, однозначно. Потому что там тоже есть любовь. Везде здесь близкие отношения, такая же история. И больше вам скажу, такая же история в отношениях учителя и ученика. Даже учитель, он когда говорит правду, он говорит больше правды, чем все остальные своим ученику. Он говорит ему очень по-доброму, очень мягко. Мой учитель никогда не повысил на меня голос. Никогда в жизни. Но он меня учил капитально просто. Просто капитально. Один раз была такая ситуация, я приехал, у меня учитель, наставник, он никогда не имел отношений с женщиной близкой за всю свою жизнь. Очень чистый человек. Монах. И один раз я приехал к нему в Индию получать наставление. И он меня спросил. Было много учеников, мы сидели. Он меня спросил, как ты выполняешь мои наставления? Ты даешь людям знания? Я говорю, даю, у меня много людей, приходят на лекции, все развивается. Он говорит, популярность, да? Я говорю, да. И он такой начал и говорит с другими учениками. Но меня даже не посмотрел больше. Я такой. А? Мороженку. Не дали. Но это была не та мороженка, что с мороженицей, потому что я потерял контракт с наставником. Я увидел, что я ему стал неинтересен. То есть я, ну, пропала любовь. И я был в шоке просто. Я сидел в шоке. Потом я ушел в шоке. Потом я на следующий день прибежал к нему и говорю, спасибо вам большое за знание. Я загордился собой. Дайте мне возможность быть смиренным в жизни. И он смотрел на меня вообще без всяких вот этих типа, да, молодец, ты понял. Вот. Вообще так он себя не повел. Он просто подобран посмотрел на меня и сказал мне, самая большая опасность в жизни человека – это чувство, что ты действуешь, а не Бог. Если ты так считаешь, то дальше все в твоей жизни рухнет. Так он мне сказал. Но это не значит, что я полностью осознал эти слова. Я просто к ним стремлюсь. Понимаете? Вот даже сейчас я поймал себя на этой мысли, что я не до конца это понимаю. Понимаете? То есть он мне дал знание таким образом. Но он делает это очень по-доброму. То есть это не значит, что он не наказал меня. Он наказал меня, но он просто наказал меня чем? Он со мной просто перестал дальше разговаривать. Он мне ничего строго не сказал. Я с вами строго иногда разговариваю. Но у меня нет такой квалификации, как у него. Итак, квалификация означает способность перевалить человека и сказать ему по-доброму то, что очень трудно сделать. Любые отношения любви всегда имеют легкий стиль. Но этот легкий стиль очень труднодостижим. Может быть, нужно быть очень сильным человеком для того, чтобы его осуществлять. Легкий стиль означает буквально шутить с близким человеком, не придавать ничего значению, что бы ни происходило. Это очень мягкий стиль отношений, но при этом внутри идет очень тяжелая работа. И для того, чтобы этим стилем жить и отношения строить, надо очень глубоко понять, зачем это надо. Если вы не будете понимать этого, для вас это будет просто сумасшедшая игра какая-то. В игра в сектанта Олега Геннадьевича Тарсунова, который придумал какую-то фигню и валит это всем подряд. Вот. Понимаете, я вам говорю об истине, которую или вы поймете, или нет. Все зависит от вас. Но если вы эту истину поняли, тогда вы будете к ней стремиться. И если вы ее достигнете в отношении, то тогда вы сможете прийти к любви. Это значит, что вы даже в следующей жизни будете вместе, когда люди достигают вот этой искренней, чистой отношений. Их незачем разлучать. Бог может их соединить также в следующую жизнь, потому что они достигают вот этой легкой, чистой любви. Понимаете, между душами очень чистые, легкие отношения. Это не значит, что они не серьезные. Серьезность кроется в очень большой глубине. Понимаете, доброта является основой серьезности. Если нет доброты, никакой серьезности быть не может. Почему святой человек может донести до сердца истину? Потому что он очень добрый. Почему он добрый? Потому что он наполнен Богом. Надо понять, что все, что связано с Богом, приносит сердцу доброту. Вот, допустим, вы погуляли, допустим, по паркам в Питере. Вот по определению, если вы не любите свой город, это значит, что вы не будете здоровым. А всегда надо заставлять себя любить. Потому что если человек не заставляет себя любить, он никогда не полюбит. Вот это и есть семейная жизнь. Понимаете, люди, дело в том, что люди, они думают, что любовь должна просто сама прийти. И если ее нет, тогда к обеду не жди твой песик. А так оно и происходит, потому что проходит же все. Вот это все проходит. Вот. Так вот, знаете, что когда человек заставляет себя по-доброму, нежно, ласково себя разговаривать, то это означает, что он заставляет себя любить. Вот. 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 Вот.